Жилищная инспекция Курганской области – это та структура, которая обеспечивает жизнедеятельность Жилищного фонда и инженерных коммуникаций за Уралье. Ее специалисты должны организовать бесперебойную работу коммунальщиков и проверить предоставленные услуги гражданам. За полгода 2015-го они выявили 1600 нарушений. Чаще всего 40 раз в их поле зрения попадала Курганская управляющая компания «Новый город». Ей предъявлено штрафов на сумму 340 тысяч рублей. В результате принятия мер к юридическим и должностным лицам, отвечающим за надлежащее качество предоставления услуг ЖКХ населению, 1437 нарушений жилищного законодательства – это 89,7% от общего количества – устранены в установленной инспекции сроки. В этом году 111 компаний успешно сдали экзамены и имеют лицензии на право обслуживания домов. Те же, кто не дорожит репутацией и не спешит устранять нарушения, могут ее лишиться. Тогда жильцы домов выберут новую УК. В жилищной инспекции разработана схема, которая позволит плавно поменять коммунальщиков, и граждане не почувствуют неудобств. Состояние жилищного фонда нам выбора не оставляет, и все, что от нас зависит, безусловно, надо делать совместно и эффективно. Если мы эту работу будем делать так, как должны делать, то я думаю, что и по собираемости, и по состоянию жилищного фонда подвижки будут хорошие. Наладить совместную работу жилищной инспекции и правительства области необходимо и в вопросах проведения капитального ремонта многоквартирных домов. У жителей области все еще много вопросов и недовольств по процедуре и сбору взносов. Некоторые не платят и долги растут, ставя под срыв работы. К сожалению, те муниципальные образования, которые были в овцайдерах, они так и остаются по проценту собираемости средств. Это Щучанский район, Чистоозерский, Целинный район, Притобольный район, Белозерский район. Ну и в лидерах у нас город Курган, Варгашинский район, Катайский район, Куртамышский район. Капитальные ремонты уже стартовали. В 2016 году в Заурале должны существенно реанимировать 300 домов. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганрум.